Едем открывать конечный сезон. Давно собирался устроить сплав по Москве реке, и вот появилась хорошая возможность. Хотим сплавиться от Троицкого до Звенигорода. Это участок реки порядка 20 километров. Проходит он по достаточно живописным местам, через санаторные зоны, через деревни. Вот, посмотрим, как там выглядит река, потому что, в принципе, я в этой местности много где был на берегу, но никогда не проходил весь этот участок и по воде. Не знаю, что там между теми точками, где мы обычно купаемся или ловим рыб. Поэтому должно быть интересно. Едем. Старт нашего маршрута расположен на изгибе Москвы реки за селом Троицкое. Сегодня это место известно конно-спортивным комплексом и удобными пляжами для отдыха у реки. Но вообще село старое. Первые упоминания о нем датируются концом XVII-началом XVIII веков, когда эти земли принадлежали графу Гавриилу Ивановичу Головкину, который завещал их своим сыновьям. Старшему досталось село Михайловское на левом берегу, а младшему – деревни на правом берегу, в том числе и деревни Гришакова, где в 1737 году была построена церковь Троица-Живоначальной, и село стало именоваться Троицким. Протяженность нашего сплава около 20 километров. Места здесь очень живописные, каждая со своей историей, и мы постараемся увидеть все самое интересное. Вот справа от нас так называемый обрыв любви. Можно предположить, что его название связано с какой-то историей несчастного юноши, бросившегося в реку с высоты. Но сегодня это место чаще всего используется желающими делать эту самую любовь на свежем воздухе. Ниже по течению нам встречаются очередные пляжи. Погода сейчас стоит жаркая, и людей на реке необычайно много. Надо отметить, что отдыхать стали значительно более культурно, чем это было лет 20 назад. Стало намного чище. Приезжают семьи с детьми, играют в спортивные игры, купаются и весело проводят время. А мы приближаемся к устью реки Сетунь, берущей свое начало в портновских прудах, протекающей через Старогородковский пруд, образующий Никольские пруды, а затем за деревней Пронская, уходящей в лес, и вот здесь, между деревнями Рязань и Волково, впадающей в Москва-реку. Пройти вверх, просто посмотреть, интересно, никогда здесь не было. Красивое место. Посмотрим немножко, что там, насколько она судоходна, потом вернемся. Здесь глубины всего метр. Аккуратно зайдем. Берег обваливается. О, какое интересное место. Куда мы попали? Вода какая-то коричневая. Наверное, из-за грунта. Джунгли. В Вьетнаме. Так, начинаются заросли какие-то. Природа кругом цветет. Ой. Далеко вверх по руслу не пройти. Все завалено корягами и деревьями. Разворачиваемся и выходим обратно на маршрут. Здесь, на излучине реки, расположен остров. Основное русло проходит слева. А в правом рукаве вода тихая. Вдоль берегов орут лягушки. За островом находится пляж пансионата Солнечная поляна. Здесь мы делаем наш первый привал, попьем чаю с пирогами и искупаемся. В каяке все хорошо, но в воду просто так не слезть. Плывем дальше. По правому борту проходим ресторан Алёша. Тут целый комплекс для отдыха. Есть большой зал, летние беседки на небольшую компанию. А можно даже снять избу и отметить мероприятие в деревенской атмосфере. Красота какая! Ой, здесь такое ощущение, что сделано навес для зимней рыбалки. Да, её накрывают тентами зимой. Рыбацкая такая вот с лавочками. Да, вот. Очень классно. Вообще такая беседка. Красиво. За Алёшей находится деревня Гигерева. Деревня как деревня, но в 60-х, 70-х годах режиссёр Александр Роу снимал здесь всем нам известные киносказки Морозко, Финист, Ясный сокол, Варвара, Краса, Длинная коса. Если побродить по окрестностям Гигерева, то до сих пор можно найти знакомые по кинокадрам пейзажи. А ещё в 1941 году здесь проходила линия фронта. Поселения на левом берегу были захвачены немцами, но правый берег им взять не удалось. Многие дома были сожжены, много жителей деревни погибло на фронте, но после войны деревня отстроилась. На высоком левом берегу располагается дом отдыха Голубая речка. К воде спускаются благоустроенные дорожки, на склоне растёт лес, очень красивое место. Дальше по левому берегу находится одно из древнейших сёл звенегородских земель Каренское. Ещё в XIV-XV веках оно фигурирует в политических играх князей, ведь Каренское очень удачно располагалось на торговом пути между Рузой и Звенигородом. Здесь заготавливали строевой лес, который летом сплавляли по реке в Москву. В 1812 году село ограбили французские солдаты, но каренцы были не из простаков, вооружившись сельхозинструментом отбили своё добро назад. Во второй половине XIX века село активно развивалось, была открыта школа для обучения крестьянских детей. В 30-е годы XX века здесь основали колхоз с тем самым названием «Светлый путь». Появилась телефонная линия, почта и новая школа. В 41-м село ненадолго было захвачено немцами, но в ходе боёв основательно разрушено. Из 60 домов осталось только 6. В послевоенные годы жизнь постепенно возвратилась в Каренское. Отстроена больница, школа и детский сад, наложена работа почты и магазинов. Местной достопримечательностью сегодня служит самый длинный в Подмосковье подвесной мост. Учитывая, что автомобильной дороги через Москва-реку нет от Тучкова до Звенигорода, этот мост выполняет очень полезную функцию, связывая два берега. Справа от нас находится территория биостанции МГУ. Почти 100 лет биостанция служит сотрудникам и студентам биофака МГУ полевой лабораторией. Здесь огромное разнообразие флоры и фауны, а настоящим сокровищем для ученых являются колонии летучих мышей, которых здесь наблюдается аж 8 видов. Рядом с биостанцией на противоположном берегу делаем второй привал. Вода теплая, искупаться одно удовольствие. Впереди нас ждет заключительный отрезок пути до Звенигорода. Дальше на пути нас встречает мост Большой кольцевой железной дороги. Эта линия связывает станцию Кубинка Смоленского направления и Манихина Рижского направления. Под мостом самые ощутимые перекаты на всем маршруте, но мы проходим спокойно. Вода сейчас высокая. Вода сейчас высокая. Приближаемся к Савинской Слободе. Отсюда хорошо видно монастырь на склоне слева, а прямо по курсу уже заметен Звенигород. История поселения на месте нынешней Савинской Слободы уходит к 1331 году временам Ивана Калиты и земель, которые он передал своему сыну Ивану Красному. А в конце 14 века ученик Сергия Радонежского Савва основывает здесь обитель, которая попадает под покровительство Звенигородского князя Юрия Дмитриевича и вскоре монастырь получает повладение села расположенное рядом. Так появляется и нынешняя Слобода. У монастыря богатая история, которая заслуживает отдельного изучения. А мы движемся дальше. Справа уже виден Звенигородский район Верхний Посад. А вот и точка финиша нашего путешествия. На карте здесь отмечен пляж, бывший здесь в советское время, но по факту никакого пляжа уже нет, зато можно подъехать на машине и загрузить снаряжение. Дальше река уходит в город и подняться там на берег довольно сложно. На этом наше путешествие закончено. На преодоление маршрута со всеми купаниями и привалами у нас ушло около 6 часов. Средняя скорость движения по воде составила чуть более 6 километров в час, но мы особо и не торопились, плыли в свое удовольствие, наслаждаясь природой и неспешным течением реки. На этом прощаемся и увидимся в новых путешествиях. Субтитры создавал DimaTorzok